Доброе утро, дорогие друзья. Итак, новая недельная глава Ки-Та-Во. Воскресенье. Вы знаете, это трудная и тяжелая глава. Это глава, в которой рассказываются и благословения, и, к сожалению, те проклятия, которые обрушатся на голову тех, кто не будет следовать законам Бога. И, вы знаете, там было предсказано все, начиная от разрушения храма и кончая холокостом. Это трудная глава. Трудная, и она всегда читается перед Рушишина, чтобы, как говорится, проклятие, пусть уходит год и уходит проклятие вместе с ним. С другой стороны, это подведение итогов. Подведение итогов того, что человек все время думает, что он идет по миру и ничего там, все в порядке. Ну, тут что-то разрушил, тут поломал, тут кого-то обругался. А на самом деле это не так. На самом деле ты рушишь мир. Поэтому, так сказано было народу и человеку, выбери жизнь. Выбери жизнь, и нам каждый день надо жизнь и смерть даю я тебе, сказано. И каждую минуту, каждый день мы выбираем или жизнь, или смерть, не дай Бог. Согласно нашей Торе, вообще, Торе жизни, нет различия между сотнями лет жизни и одной секундой, поскольку нет меры. Если что-то можно померить, это одно. Здесь померять нельзя. Жизнь бесценна. И в том, чему нет цены, нет различия между большим и малым. Приведу такой пример. Если, например, в субботу, в самый святой день, 99-летний пожилой человек, который непонятно, ему плохо, надо бросить все, все должны нарушить субботу. Если это Йом-Кипур, Йом-Кипур. При попытке спасти его. Даже если неизвестно, жив ли он еще, или удастся ли его спасти. А тот, кто обрывает жизнь такого старика, сократив ее хотя бы на мгновение, убийца, написано, такой же, как убил человека в рассвете лет. Мы не знаем ценности вот этой секунды. Мы должны правильно выбирать между жизнью и смертью, которую дарует нам Всевышний. Но всегда надо выбирать жизнь, ежедневно, ежеминутно. Пойдем дальше. В этой недельной главе говорится о том, что ты приди к священнику, который в твои дни. Люди иногда говорят, что вот, вот там вот тогда были люди, а сейчас нет, это все не так. Сказано, вот такие, как есть сегодня, они твои. Расскажу короткую историю. Раби Зуши, Асан Пиоле был беднаком, очень бедный. И один прихожанин в синагоге наблюдал за ним, человек небогатый, потом он разбогател очень сильно. И помня о святости и такого, как он видел эту арабу Зушу, решил помогать праведнику. И начал жертвовать на нужды раввинам. В очередной раз он взял бы солидную сумму денег, однако в синагоге Зуши не оказалось. Ученики сообщили, что он поехал к своему учителю Магиду из Межирича. А кто это такой, удивился разбогатевший прихожанин. Мы объяснили, что Магид, учитель Зуши там-то так подумал богач. Так может вместо того, чтобы помогать Зуши, я буду помогать Магиду? И начал регулярно отправлять Межирич пожертвования. Однако не прошло и нескольких месяцев. Дела стали идти хуже у него. Конкуренты поджимали, клиенты расторгали договора. Ну, кошмар. Бизнесмен пошел на поклон к Раби Зуши. Рэба, я не виноват, я всего лишь решил, что вы ездите к Магиду, следовательно, он более крупный праведник. И я стал отправлять пожертвования к нему. Раби Зуши объяснил ему очень важную вещь. «Именно когда вы давали пожертвования мне, не самому, может быть, ученому человеку, Всевышний помогал вам, не самому, может быть, праведному человеку, когда вы решили давать здаку истинному праведнику, Творец тоже начал более строго к вам относиться». О чем здесь пишет Тора? Вот там говорится в этой недельной главе, первинки урожаю надо приносить коину. Не наспрак праведный такой, неправедный коин. То есть принеси, ты обязан что-то, нельзя браковать других. Ибо Всевышний тогда забракует тебя самого. В преддверии Рошишана, в преддверии Йом-Кипура мы хотим удостоиться милосердия неба. Мы просим Всевышнего, не относись к нам слишком строго, не наказывай за все проступки. И вот в Салмуде, в трактате Сата сказано, к тому, кто относится к другим милостиво, на небесах тоже относятся милостиво. Поэтому самый главный секрет этого времени, если мы забудем обиды, нанесенные нам людьми, Бог сделает вид, что не заметил обиды, нанесенные ему. Главный секрет, прощайте других, и тогда Бог простит вас. Еще одно. Обиды, сказано в Кабале, списывают грехи. Поэтому иногда они очень полезны. Вдумайтесь, вот вы натворили что-нибудь, как спастись от этого не знаете, а тут вас обидели. А еще, не дай Бог, публично. Публичная обида, она списывает десятки грехов, если вы сдержались. Посмотрите на все это с этой стороны. Еще, может быть, завершающее сегодня. Прежде всего, Тора дает нам замечательный совет. Не нянчиться с обидами. Пройдите мимо них, и увидите, как Бог вам улыбнется. Непростая глава. Давайте браха вас, лоха. Хорошая вам брахи на неделю. Чтобы мы, внимательно продумав то, что было в прошлом, не делали ошибок в будущем. Это очень важно. Всего хорошего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.